ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И когда я попала в больницу предпоследний раз, у меня был один главный диагноз, один сопутствующий, сопутствующий это был связан с ферментами печени, они были повышены, но они были повышены буквально в пару раз, меня прокапали, вылечили основной диагноз и выпустили. Но как бы вот эти два повышения в два раза, они давали чесотку, я немножко чесалась, ну как бы не сильно, но мешало мне жить, переживала тогда все другое. А потом как бы вышла я из больницы, переболела после больницы и начинается у меня чесотка настолько сильная, что несколько ночей я просто не могу спать, просто не могу заснуть. Я иду в лабораторию, сдаю анализы и вечером мне звонит врач женской консультации, говорит, Катя, у тебя ферменты повышены один в 10 раз, другой в 8 раз. То есть при норме 31-34 у меня там 360 и 200 с чем-то. Говорит, срочно госпитализация. И на следующий день я ложусь в больницу, собирается консилиум врачей, гастроэнтеролог и гинекологи, и зав. отделением. Они назначают решение и говорят, что если наше лечение помогает, то мы как бы еще тянем до родов. Если не помогает, то рассматриваем вопрос вызова родов предварительно. Я начинаю капаться, вся наша община молится, и наша община, и община моего мужа. Проходит 3 дня, я сдаю контрольные анализы, а они еще выше. И как бы врачи говорят, это как раз было в прошлую пятницу, показатели выросли еще выше. Врачи говорят, что если в понедельник все так же непредсказуемо, то в среду будут роды. И опять же все молятся, я знаю, наша община очень сильно молилась, мужа община тоже постилась, они брали посты, каждый час молились. Олег приезжал в больницу, мы делали елепомазание, я очень много читала до этого про него, про елепомазание. В общем-то я была готова к любому варианту, просто чтобы Бог взял ситуацию под свой контроль. И в понедельник я сдаю анализы, и ко мне заходит врач в палату, говорит Катя, анализы настолько хорошие, что страшно говорить. Показатели одни упали в норму, другие стали всего в два раза выше вместо восьми раз, как было раньше, а те, которые были повышены в десять, в одиннадцать раз, ну теперь повышены всего в пять. И говорит, мы не знаем, как такое за три дня могло произойти. Я говорю, вы знаете, сколько за меня людей молилось? Они говорят, ну может быть это сработало. Может быть диета, может быть лечение. Говорит, ну давайте в четверг сдаем еще раз анализы, продолжаешь лечиться, в четверг сдаем еще раз анализы, если что, то в пятницу на выписку. Приходят в четверг анализы, показатель один, не то чтобы в норме, он до верхней границы не дотягивает еще конкретно, а тот показатель, который был самый высокий, повышен всего в два-два с половиной раза. Ну и мне говорят, что как бы на этом этапе уже лечиться как бы не стоит, это уже будет стабилизироваться, это будет время. Вопрос преждевременных родов пока снят. Вот, и что? Ну действительно, бог за неделю с цифр 380 опустил до 60, и с 220 до 20. Ну в их практике это действительно очень большое чудо. И потом, когда я уже говорила со своим врачом там касательно будущих вопросов, вот, и она говорит, приходите в следующую пятницу с мужем, там решать вопросы, говорит, к вечеру ближе. Я говорю, вы знаете, мы не можем, мы адвентисты, можно мы как-то к вам утром подойдем? Она так говорит, говорит, может действительно вам бог помог? Вот, и действительно, это настолько большое чудо и для меня, и для моей семьи, и для врачей тоже свидетельство получилось. В общем, слава Богу, наш Бог действительно велик, благ, и настолько добр к нам всем, что очень хочется, чтобы только Ему принадлежала эта слава, и Он был восхвален в наших сердцах, в наших словах. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok